Выведенные как царственные представители русской аристократии, борзые издавна считаются одной из самых красивых пород. Хотя эти крупные элегантные борзые, покладисты и спокойны, они обладают невероятной способностью бегать со скоростью 70 км в час, что неудивительно, ведь под их роскошной шелковистой шерстью скрывается древняя кровь борзой. Сегодня борзые это ласковые и преданные семейные питомцы, обладающие силой и стилем. Известная до 1936 года как русский волкодав, собака породы борзая была выведена для того, чтобы быть одновременно быстрой, сильной и выносливой, чтобы преследовать самых свирепых охотников. Они появились в России в 17 веке, когда арабские борзые были скрещены с толстошерстной русской собакой. В некотором смысле борзые собаки похожи на кошек, поскольку они могут быть одновременно тихими и управляемыми. Когда дело доходит до дрессировки, борзые могут быть умными, нежными и хорошо воспитанными, но они также чувствительны и независимы, поэтому дрессировка может быть несколько сложной. Кроме того, им легко надоедает повторяющаяся и, казалось бы, бессмысленная деятельность. И как другие борзые, они очень чувствительны к грубому обращению и не смогут справиться с повышенным голосом или любой формой дрессировки, основанной на наказании. Владельцам борзой потребуется много терпения, последовательности и, возможно, немного юмора. И, как всегда, ранняя социализация и обучение являются ключевыми. Хотя борзые – преданные ласковые семейные собаки – они не из тех, кто любит резвиться с детьми. Они могут быть сдержанными с незнакомцами, но ласковыми со своей семьей и людьми, которых они хорошо знают. Из-за сильного хищнического драйва инстинктов охоты и преследования, борзые не всегда хорошо чувствуют себя в доме с другими домашними животными. В идеале их следует знакомить с другими животными в доме, когда они еще щенки. Эти крупные, атлетически сложные собаки нуждаются в ежедневных физических нагрузках в виде длительных прогулок. Причем обязательно нужно иметь огороженный двор и выгуливать этих мощных борзых только на поводке, так как вид диких животных, таких как кошка или белка, убегающих от них, будет слишком сильным для их сильного инстинкта преследования. Эта порода с большим удовольствием участвует в активных мероприятиях на свежем воздухе вместе со своими хозяевами. И они, как правило, преуспевают в таких кинологических видах спорта, как курсинг и аджилити. Из-за длинной шелковистой шерсти борзые очень линяют, поэтому каждые пару дней ее нужно расчесывать четкой или гребнем, чтобы удалить выпавшие волосы и грязь. У борзой есть ежегодный сезон линьки, когда требуется более частый груминг. Шерсть этой породы уникальна по своей текстуре и распределению по телу. На шее должна быть оборка, а также оперение на задних конечностях и хвосте.